Я очень надеюсь, что та образовательная программа, которую мы следуем, она удастся. Нам приходится очень много работать, мне приходится довольно много работать над тем, чтобы содержание, которое появляется прямо сейчас, в процессе каждой недели, преподаватели что-то думают, я там продумываю эти лекции. Это не то, что мы по готовенькому учебнику что-то читаем. Давайте создадим хороший учебный курс, чтобы другие физтехшколы, другие треки, они захотели тоже себе такое вот. Может быть кто-то из вас подрастет, через 2 года станет ментором на кафедре информатики, помощником преподавателя, через 4 года, когда закончат бакалаврский диплом, получат, может станет даже преподавателем. Это будет очень здорово, потому что кадры очень нужны. К сожалению, утечка очень большая, очень многие достойные преподаватели. Банально эмигрируют по своим причинам. И я опять же не могу никого осуждать. Я всех понимаю личного, всех благодарю и провожаю. А сам так получилось, остаюсь. Вот я говорю, кто вам достался, тот вам и достался. Давайте мы с вами сегодня попробуем как можно больше времени потратить на мастер-класс. Это всегда моя мечта, и все равно я заговариваюсь. Мы с вами сейчас должны начать разговор про классы и объекты. Классы и объекты Python. Я специально не говорю прям такие вот большие слова, хотя все равно, наверное, они будут сказаны. Объектно-ориентированное программирование. В следующий раз я еще буду про это разговаривать. Я буду говорить уже про ООП. А сейчас давайте пока подойдем относительно попроще. Только один кусочек ООП укусим. Вот конкретную вещь. Значит, начнем с чего? Когда вы пользуетесь любым объектом, объектом целочисленным, строковым, то вы пользуетесь именно объектом. В других языках программирования существуют голые данные. Ну, то есть, ну, тупо там, условно, число, но на самом деле даже для тупого числа все равно есть набор алгоритмов, связанный с его сложением, вычитанием, умножением, какие-то алгоритмы, которые позволяют этот кусок памяти интерпретировать и как-то с ним работать. Понятно, да? То есть на самом деле все равно не существует чистых данных. Поэтому давайте начнем с того, а что такое вообще объект по существу, в чем его идея. Вот объект это, я напишу так, двоеточие, да, данные, ну или даже лучше равно написать, равно данные плюс код. Ну, я имею в виду код, в смысле программный код. Вот объект является именно сочетанием данных вместе с программным кодом. В ситуации с числами, с какими-то еще там вот простыми объектами, вот эта связь между данными и кодом, она часто бывает вшита в язык программирования, а иногда, как в ситуации с C, C++, там можно с данными работать при помощи другого кода. Взять это и поменять. Я буду рассказывать в следующем семестре, поэтому не будем торопиться. Но объект позволяет красиво соединить и визуально увидеть вот эту единицу, когда у вас данные обернуты некоторым количеством функций. Функции в этом случае уже не будут называться функциями в числе. Ну, они продолжают быть, на самом деле чистыми полноценными функциями, но у них будет некоторое отличие. Вот давайте я напишу сейчас, собственно, класс. Что такое класс? Давайте тоже я вот здесь напишу, что такое класс. Класс — это тип объектов. В питоне все оформлено как класс, и числа, и строки, но это не во всех языках так. Вот, соответственно, в других языках бывают типы обычные, а бывают классы. Бывают типы, а бывают классы. Поэтому в питоне звучит странно. Класс — это можно было бы вот так язык. Класс — это тип. Я все-таки хочу, чтобы вы понимали и для других языков тоже. Класс — это тип объектов. То есть у нас объекты могут быть одного класса. Вот коза, не знаю, там, Маруська, коза-нотка, коза-зорька. Они подносятся к классу коза. Класс — это вещь относительно абстрактная. В то же время могут быть некоторые данные, которые прикреплены не к одному конкретному объекту, а которые являются так называемыми классовыми, свойствами класса или классовыми атрибутами. Давайте начнем с того, что для того, чтобы создать объект, нужно вначале создать класс объектов, потому что язык, он должен понимать, вот я объект, а какого класса? Вот, собственно, начинается всегда создание типа объектов, создание класса. И вот я должен прописать некто... Я люблю про коз рассказывать. Значит, давайте будет год. Класс год. Вот, двоеточие. Значит, что дальше? С отступом пишется содержимое, собственно, класса. И вот, еще раз, главная идея в том, что данные и код принадлежат у нас, как сказать, они оформлены очень красиво в некую целостную единицу. Ну, я, соответственно, могу тут написать, ну, например, там age, да, там... А, кстати, вот какой возраст у абстрактной козы? У абстрактной козы нет возраста, да? Но я подразумеваю... Давайте, ну, ноль напишем, что ли. Пусть у абстрактной козы будет хоть какой-то возраст. Ноль. А там что-то еще. У нее должна быть кличка. Name. Ну, или там, ник. Да, ник. Не то, что христианское имя, а ну, кличка. Кличка. Ник. Ой, пф, ник. Значит, соответственно, всегда раньше name писал. Ну, по-английски, по-моему, все-таки name будет называться. Не знаю. Хотя, ладно. Я name напишу, то я все равно потом буду путаться. Ладно, что хотел сказать. А имя абстрактной козы? Ну, тоже. Нельзя. Ну, что значит, зорька? У тебя случайно может возникнуть коза зорька, которую ты не назвал. Все козы по умолчанию зорьки? Нет, действительно, пустая строка, наверное, наилучшее решение. Между прочим, в C++ здесь бы у вас вообще не возникло вопросов. Совершенно точно. Потому что там мы бы написали просто тип, и все. В питоне так нельзя. В питоне значения появляются только при присваивании конкретного значения. Поэтому так вот просто нельзя. Значит, что дальше? Ну, name, age, что еще? Ну, вес. Давайте на этом остановимся. Вот я сделал несколько свойств козы. Weight. Какой вес козы, опять же? Слушайте, я поставлю 0.0. На самом деле, совершенно не обязательно писать 0.0. Можно просто 0.0, и уже получится вещественно 0. Или 0.0 написать. Тоже можно так написать. Ну, я напишу 0.0. Пусть будет вот так. Короче. А и надо сюда вставить какой-нибудь код. То есть впихнуть сюда внутрь некую функцию по работе с козами. Соответственно, я напишу dev. Значит, что коза у меня будет делать? Ну, я ее буду, например, печатать. Print. Или show. Давайте. Пусть она себя покажет. Коза, покажи себя. Значит, смотрите. В питоне у функции, которая заложена внутрь класса, я ее вот погрузил в класс. Это классовая функция. Называется таки функцией методы. Соответственно, у него обязательно должен быть аргумент, который называется self. Self. Он всегда идет первым. Вот этот параметр, он обязательно должен быть. Это ссылка на конкретный объект, для которого вызван метод show. То есть изнутри этого метода я на самом-то деле, это я тут написал абстрактные, да, age, name, weight. На самом деле, их нету этих абстрактных веса, возраста и клички. Они конкретные, персонифицированные конкретного объекта козы. Поэтому, если я хочу, значит, во-первых, self, он обязателен, да, а во-вторых, это ссылка на конкретный объект, для которого будет вызван этот метод. Объект, да, для которого вызван этот метод. Для которого вызван этот метод. Ну и, соответственно, когда я захочу здесь что-то попечатать, то я должен буду печатать self.name, да, свое имя. А если я захочу просто name, то он мне скажет, извините, такой переменной нету. Ну, либо она локальная, name равно. Если я напишу здесь, например, там age равно, да, то это будет означать, что я локально внутри функции создаю новую переменную. Она никакого отношения к целому этому классу, к объекту или к всему классу не имеет. Функция закончилась, переменной не стала. В прошлый раз я вам говорил кратенько про локальные переменные. Наверное, недостаточно. В общем, локальные переменные существуют только до тех пор, пока функция вызвана. Нет, ну если ссылку на этот объект мы вернем, притернем там, то да, тогда ссылка сохранится, пусть с другим именем, и будет там жить этот объект дольше. Но, в принципе, по умолчанию все имена уничтожаются, когда заканчивается вызов функции. Понятно, да? Раз имена перестали существовать, то сборщик мусора съест все объекты, на которые больше никто не ссылается. Поэтому локальные переменные традиционно все уничтожаются по окончании функции. Так вот, а здесь у меня получается такая фишка, смотрите, да. Значит, у меня возникает self-name, self-age, слушайте, ну и вес, сейчас не буду печатать. У меня возникают вот эти свойства, которые существуют за пределами вот этой функции show. И в то же время они привязаны к конкретной козе. У меня будет возможность создавать нескольких коз. То есть, вот, дальше я сразу начну пользоваться сейчас. Давайте создадим козу А. А равно коза, goat. Соответственно, для того, чтобы создать экземпляр данного класса, ну, естественно, экземпляром данного класса будет являться объект. В принципе, даже используется синоним. Можно сказать, что объект это и есть экземпляр класса. То есть, если вы встретите такое определение, не удивляйтесь. Экземпляр класса. А что такое класс? Класс это тип объектов. Ну, потому что они, вот еще раз говорю, довольно завязаны друг на друга. Экземпляр класса. Конкретный, да, сущность, вот явившаяся нам конкретная коза. Так вот, чтобы создать экземпляр класса, я должен вызвать имя класса, как будто бы это функция. Видите, да? То есть, я вызываю, как бы говорю, о, великая абстрактная коза из мира идей. Воплотись. И она мне дает свое воплощение, которое я сохраняю, некоторый, уже конкретный объект, типа go. Я могу спросить у него на самом деле, я могу спросить у него, не знаю, там, print. Ну, я сейчас это дело сотру. Type A. И он мне скажет, я коза, собственно. А это коза, там класс год будет, как класс int, класс tr. А это новый тип у вас появился. Что можно делать с козой? Во-первых, с объектом. Можно менять его атрибуты. Я могу взять и сказать, а точка name равно нотка. А точка age равно 2. Условно, 2 года, да, там коза, нотка. Вот я взял и поменял. Или, кстати, можно сделать вот так вот, да. А точка age, да, равно а точка age плюс 1. Ну, или плюс 2. Хотя годы по плюс 2 не прибавляются, да. Все-таки люди и животные старятся как-то по одному году. Поэтому, ну, я запишу сейчас сокращенно, плюс равно 1. Вот, но давайте дальше двинемся. То есть, короче, я имею возможность доступа к атрибутам и их изменениям. Я могу создать другую козу. И если я b равно год, соответственно, и поставить у нее там какой-то другой name, там нотка, зорька. Та-дам, b.age равно 1. Значит, я могу теперь работать с вот такими как бы банчами, с такими вот целыми совокупными. Там целая куча разных свойств может быть. Может быть очень много. Например, там игровой объект orc, да, и у него там и шилды, и какой-нибудь там health и так далее, attack force, и много чего еще, position, x, position, y. Короче, у него может быть очень много свойств. Одну секундочку, да. И внутри этих функций, которые называются словом методы, давайте вот эти термины мы закрепим сейчас, да. Значит, функции класса называются методы класса. А вот этот вот набор атрибутов, так и называется атрибуты, ну или свойства, да, атрибуты класса. И атрибуты, и методы доступны через точку. То есть, если я хочу обратиться к атрибуту объекта, то я говорю там b.name. Естественно, a.name это другое, да, другого объекта имя, да. Значит, но и у того, и у другого есть возможность позвать метод show. При этом мне уже не надо будет перечислять и говорить a.show и дальше в скобках перечислять, что именно. Вот он должен, например, name, age. Я просто закрываю скобку и даже не указываю сюда в скобке буковку a, ну в смысле self. То есть, вот этот параметр self, он туда пробросится внутрь по умолчанию. То есть, сам формат вызова, он вот таков, что у нас параметр a, он как бы отправляется внутрь метод автоматически, как первый параметр этого метода автоматически. Поэтому при вызове вы увидите ноль параметров, а в момент, когда вы описываете метод, там будет параметр. Методы могут быть с дополнительными параметрами, которые требуются. Тогда я поставлю здесь запятая и напишу еще там какие-то названия параметров. Тогда мне придется эти параметры здесь перечислять. Время задать вопрос. А если мы, например, спросим, прийти написать a, если мы его не задаем? Это к следующей подтемке, которая еще на доске будет. Вот, сейчас, одну секундочку. Ну, короче, смысл в том, что еще раз, да, что я очень удобным способом работаю с объектами. И вся ответственность, связанная с вот этими вот совокупными процессами, как там показать козу или подоить козу, да, там, или увеличить ей возраст от праздного день рождения козы. Это все ответственность за все происходящее с козой, за все происходящее с этими совокупными логически целостными данными. То есть они для нас по существу решаемой задачи, они для нас являются понятной сущностью. Либо по-человечески, либо мы придумали ту сущность, но в любом случае некий набор данных, который характеризует одну, как сказать, один кусочек проблемы, один кусочек нашей задачи. И вот объект очень часто является удобной сущностью, чтобы выделить и инкапсулировать ответственность за процессы происходящие с козой внутрь класса коза. Инкапсулировать, то есть как в капсулку такую, да, то есть мы все, и если вдруг мы хотим усовершенствовать козу, то мы должны что, создавать или менять методы козы, а не какие-то другие функции, которые где-то в другом месте проекта находятся, да. То есть если дело касается козы, то мы открываем класс козы. Это вот по сути и называется инкапсуляция ответственности. Короче, ладно, двигаемся дальше. Значит, это я пояснил. Теперь вопрос следующий. Как нам быть, что будет, если я вызову распечатку, когда у нас объекту ничего еще не присвоено, там, age или name еще не присвоено? Значит, когда я это рассказываю вам? Ну да, сейчас я вам это рассказываю. Значит, идея вот какая. Смотрите, возвращаемся к тому, что я вот проблематизировал вначале. Ведь действительно нет абстрактного возраста. А что, если действительно возникнет вот такая вот ситуация, да? Я взял и ничего не присвоил вообще классу B и пытаюсь его там отобразить. Кошмар какой ужас, а? В чем проблема? А в том, что я увижу, как сказать, параметры абстрактной козы. А это на самом деле нехорошо. По-хорошему я должен не иметь права создать козу без возраста. Ну и без клички, ну ладно, без клички можно. Но давайте по-другому попробуем осмыслить. А что, если это студент, которого я зачисляю в базу данных студентов МФТИ? И вот я создаю класс, ну, чтобы он был у меня там в программе, да, класс student. И мой студент, да, он должен быть защищен от такого создания, что я могу взять, сказать, а, равно student, да, и он у меня уже все в базе данных абстрактный, без параметров. Такого по-хорошему быть не должно. Студента мы зачисляем только, когда у него есть фамилия, имя, отчество, возраст и документы. Ну ладно, хотя бы фамилия, имя, отчество и возраст. Давайте вот условно по аналогии, чтобы мы сейчас не исписали доску. Понимаете, то есть я должен что? Сделать так, чтобы сам интерфейс создания объекта требовал обязательного ввода его имени. Но как только я закрою вот эту скобку, синтаксически сюда вставлять уже ничего некуда. Поэтому мне надо фактически как бы встроить получение параметров создания этого конкретного экземпляра класса student, который сейчас будет там описан, да, прямо вот тут вот. Вот тут три создания, да, я немножко вот тут напишу. А равно student, то есть вот сюда. И я тут должен написать некие параметры, да, ну давайте, допустим, я условно Вася просто назову его, да. Вася, ему 17 лет. Добро пожаловать на ФОП. Значит, у меня новая, как сказать, заявка к языку программирования. Я хочу, чтобы он умел получать параметры конструирования. А заниматься вот этим вот инициализацией атрибутов должен кто? Специальный метод, который будет называться конструктор. Правда, в питоне он называется init, но в литературе он все равно по существу является конструктором. Понимаете, это конструирующий метод. Констрактор. Короче, я сейчас не буду создавать ни одного вот такого вот атрибута. А все атрибуты я буду создавать внутри функции, и в этой функции будет специфическое название. Два подчеркивания. Ну, раз я требую довольно специфических вещей, да, получения параметров, в скобках при создании экземпляра, то мне нужно, соответственно, ну, как бы, чтобы название этого метода, да, оно как бы было специфическим, потому что его не надо будет вызывать. То есть вот это вот, это передача параметров конструктору. А это параметры конструктора. Параметры конструктора. Соответственно, мне нужно внутри класса, то есть обратите внимание, да, это использование объектов, да, объектов того класса, который я тут создаю. А это создание класса под его использование. Вот я, собственно, вот эти две вещи провязываю сейчас. Как это получается с точки зрения класса, да. Значит, init, два подчеркивания. И вот здесь вот в скобках первым параметром я напишу self, да, абсолютно правильно. Не пропускайте никогда, про него не забывайте. Так, и дальше, ну, я по вертикали их напишу, да, name, запятая age. Скобка закрывается, двоеточие. Ну, по вертикали, ну, так даже неплохо. Мы видим, да, что у нас три параметра, один из которых это self. В чем задача метода init, да, в чем его задача? Задача его в том, чтобы, используя вот эти параметры, осуществить с объектом self, который конструируется, и пока не закончится метод init, инициализации объекта, объект как бы недосоздан еще. Понятно? Если вдруг произойдет авария в процессе инициализации, то это, что называется, в середине процесса занесения студента в базу данных выключилось электричество. То, ну, есть такая вещь, как транзакционная модель баз данных, да, сейчас этого вообще не касаемся. Но смысл в том, что если мы наполовину внесем вас, да, или вас, но без возраста, то, ну, будут возникать проблемы в самой базе данных. Поэтому базы данных делают, ну, в данный момент мы не про базу данных, но в любом случае про информационную систему, по сути, да. То есть, да, в рамках внутри программы, но тем не менее. Не может быть объект считаться созданным, если у меня в процессе, в тот момент, когда я вот здесь вот занимался созданием нового атрибута name, self-name, я здесь создаю. Не существовало атрибута name до момента, пока я в него не присвою. И вот я в него присваиваю name. Присваиваю в него name. Тем самым я пробрасываю туда внутрь ссылку на некий внешний объект. Я предполагаю, что он строковый, хотя я не проверял этого. Может быть, кстати, в этот момент надо было бы проверить, а вдруг там не строку дали, ну, сейчас в это забьем. Но тем не менее, смысл, я пробрасываю ссылку на строку имя, которую мне дадут оттуда, да, и появляется имя name в пространстве объекта. В объекте self появляется name. То есть я его именно что здесь конструирую. Так вот, я к чему говорил про транзакцию. Вот если у меня вдруг, вот здесь вот, а, кстати, конструктор на самом деле может вполне что-то там принтовать, вычислять. Ну, а вдруг в процессе поделилось что-то на ноль. И у нас арифметическая проблема. division by zero, да, и у нас питон полетел, да, ну, в смысле полетел. С ошибкой программа вываливается, да. Ну, вот на самом деле ошибки внутри программы могут обрабатываться, но фактически самое главное пока запомните, что объект до момента, пока конструктор не закончится, пока мы не выйдем вот сюда, даже не сюда, да, а вот до вот этого момента, объект не считается созданным. Вот, ладно. Так что я хотел сказать. Значит, self name, да, self age равно age, и тем самым я пробросил эти параметры, вполне, кстати, еще раз говорю, может быть здесь какая-то дополнительная функциональность. Ну, например, там, не знаю, там какую-нибудь печать, да, print, да, там, name. Ну, условно я сейчас просто там, и плюсиком его. Name, запятая, в кавычках, плюсик, ну, типа, увидишь, что он зачислен, да. Ну, кстати, в питоне нет нормального способа удаления объектов, ну, какого-то деструктора. В C++ он есть. В питоне есть метод, который должен бы вызываться при деконструкции объекта, но, скажем так, в питоне сам механизм вот этого вот достоверного закрытия каких-то ресурсов, он организован иначе. Нас сейчас это не волнует, вообще не входит в нашу проблематику. Но смысл в том, что, еще раз, да, я теперь создаю атрибуты внутри конструктора. Вот эти атрибуты, во-первых, становятся обязательными. То есть при попытке создать вот таким, я для вас сейчас это расскажу, да, при попытке создать вот так вот студента, если у меня уже описан вот такой конструктор и нет, то при попытке создать просто студента вот так вот, на этапе исполнения, вот в этот момент у меня будет интерпретатор бастовать и кричать, вы как бы это, параметры конструктора дайте, я создам. И у вас очень четко дело вот в чем. В этот момент вот тут вот, когда я сделал козу и стал печатать, у меня может возникнуть скрытая, неявная ошибка. Программисты, и, я надеюсь, вы тоже, программисты очень не любят скрытых ошибок. А здесь очень понятно, у нас мы заявили, что для нашего класса вот они параметры, вот у него, и он требует этих параметров при создании, и компилятор, интерпретатор в данном случае, он помогает нам осознать эти требования. Поэтому явно прописанные параметры лучше, чем неявные. Дзен Питона. Явное лучше, чем неявное. Хороший вопрос. Хороший. Си плюс плюс, да? В некоторых языках программирования можно писать несколько конструкторов. В Питоне несколько конструкторов писать нельзя. В Питоне конструкторы нит один. Как в том числе в Питоне нельзя создать несколько одноименных функций. В Питоне нет перегрузки по имени функции. Соответственно, и нет возможности создать несколько нитов. Ну и скажем так, типа можно, но реально работать будет только последний. Значит, есть еще такое правило вежливости. Да, я могу в любой момент взять и приклеить студенту, там, не знаю, вот у меня студент А, я взял и ему приклеиваю новый атрибут. Прямо именно новый атрибут. А еще, говорю, у тебя будет, там, не знаю, хвост, тейл, физика. Ну не знаю, короче, смысл в том, что у козы, да, бэггод, да, и я возьму ей приклею лэгг равно 5. Пятую ногу козе. Так вот, язык это позволяет. В Питоне конкретный объект может отличаться от представителей своего класса наличием дополнительных атрибутов. Но правило вежливости требует вот это вот не делать. Не делать. То есть язык, он, еще раз говорю, он довольно мягок в этом смысле. Новые атрибуты можно создавать не только в конструкторе. Но правило вежливости говорит о том, что новые атрибуты создавать только здесь. То есть вот это вот, да, это место, где создается, создается. Значит, еще раз я напишу, что вот это, собственно, конструктор. Это конструктор. И все новые свойства, новые атрибуты должны появляться именно там. Тут и только тут создавать новые атрибуты. Дело в том, что именно конструктор – это тот метод, который будет точно вызван для любого экземпляра класса. И это обеспечит их равномерность. При работе с целым массивом, списком, множеством этих самых сущностей, студент, мы сможем предполагать, даже уверенными быть в существовании у них соответствующих атрибутов. Если же мы приклеиваем эти атрибуты как-то по ходу, то у нас может оказаться ситуация наличия пятой ноги у козы. Ну, в принципе, атрибута ноги. Нога. Понятно? Да. Надо ли? Надо ли? Надо ли? Есть вещи, которые и в обществе, и в программировании делаются на доверии. И есть позиция такого вот консерватизма. Я вообще человек консервативный, но в смысле нравственности. Я считаю, что нравственность, она не переходит со столетиями, тысячелетиями. А вот в смысле, как сказать, политическом я очень либерален. Я считаю, что свобода намного важнее, чем не свобода, и только в свободе может что-то развиваться. И вот в этом смысле в программировании есть такой баланс. Слишком много разрешишь, начнут писать всякую фигню. Слишком много запретишь, очень жесткие рамки требований. И в том же C++ он в этом смысле компилируемый язык, и там с очень жесткой типизацией. А вас не пугает, например, то, что в питоне можно взять и засунуть туда вместо name не строку, а засунуть вот сюда, 17, Вася. И у него будет 17 в качестве имени, а Вася как h. Ну может же человек, глупый человек, взять и так воспользоваться. Может. Но только потом он нарвется в какой-то момент, когда будет h плюс равно 1, и получится Вася плюс равно 1. Ну то есть ошибка, она вылезет в любом случае. Дело в том, что, еще раз говорю, есть некоторый баланс. И компилируемые языки, они создают иллюзию того, что программу не требуется тестировать. Что программа, и раз она скомпилировалась, значит сгодится. И это не так. Программу на C++ необходимо тестировать точно так же, как и программу на питоне. Они имеют те же самые проблемы с цифровой безопасностью и могут быть скомпрометированы, как и программы на питоне. И даже хуже, там еще хуже бывают иногда ситуации. Поэтому компилируемое защищает, но нет всего. И то, что мы бы запретили, еще раз. У вас есть PyCharm. Там есть такой, PyCharm поставили себе? PyCharm Community Edition. Ну, кто не поставил, это не обязательно делать. Но тем не менее, про него скажу. Там есть такой человечек в правом нижнем углу, который на вас смотрит. Вы можете попросить, и он обо всем вам комментирует, что называется. То есть про каждую строчку он ее подчеркивает красным, желтеньким, синеньким. Соответственно, и придирается. Хотите, можно его развернуть в полоборота. Он начнет придираться только к критическим вещам. Хотите, можно его вот так вот совсем отвернуть, и он будет молчать, заткнется. Вы понимаете, вы можете на самом деле действительно изнасиловать язык программирования, но лучше следовать правилам ПЕП-8, правилам читабельности, правилам документирования, правилам хорошего тона. И вот одно из правил хорошего тона, про которое PyCharm в частности вам будет напоминать, увидев вот такое, вот он вам будет это подчеркивать и говорить, вы уверены? Ну, как в C++, там тоже можно сделать статик, рентер, предкаст, на самом деле ты число. Понятно? И такое-то, и всякое-то. Там очень много чего можно сделать. И, как сказать, компилятор, он тоже вынужден быть заткнутся и молча сделает безумие, которое вы ему напишите. Ладно. Короче, про конструктор я сказал, я не сказал про различие атрибутов. Теперь немножко еще рисунка, который я не смогу уже нарисовать на экране. Дело в том, что, посмотрите, вот здесь я это дело нарисую, с козами. Существует абстрактный класс коза. Именно класс коза. Год как таковой. Я давайте вот так наверху напишу год. И, соответственно, она у меня имеет класс коза. Дело в том, что классы в питоне являются объектами. Классы в питоне являются объектами. Они принадлежат классу класс. Ну, то есть, они являются классами, а значит, они являются объектами класса класс. Понятно? Если я спрошу type god, вот так вот спрошу, а кто, собственно, вообще такой год? То он мне скажет, ты знаешь, вообще-то год это класс. Понятно? Поэтому, ну, это, в принципе, нормальная ситуация, совершенно понятно. Но это означает еще и вот что, что у самого класса как такового, у класса козы, это все-таки уже не совсем абстрактный, это уже конкретный класс, а у него есть свое пространство имен. Именно поэтому у меня есть возможность создавать методы, универсальные для всех козочек. Понятно? Для зорьки, для нотки. Соответственно, и когда я вот эти вот age и name и weight там прописал, то у меня там есть и age, и name, и weight. Которые, являясь именами, ссылаются на объекты, которые называются, соответственно, ну, в смысле, являются объектами уже там 0, что там пустая строка, name, да, пустая строка, str, int, str. Слушайте, я weight сейчас не буду рисовать, на него ничего не будет, или там вот сюда 0.0 напишу. Когда я создаю экземпляр козы, конкретный объект, коза А, да, то что я фактически делаю? Я делаю уже объект, который имеет класс год, коза. Так вот, за счет вот того, что объект, а каждый объект в питоне помнит, какого он типа, он помнит, что он вообще-то класса коза. Я на этот объект сошлюсь где-то из своей главной программы, у меня есть главное пространство имен в проекте main, да, в модуле main. Соответственно, и у меня объект А ссылается на объект созданной козы. Он пока, кстати, еще безымянный в данный момент, да, но тем не менее, имя А ссылается на этот объект. В пространстве имен объекта, который я назвал буковкой А, сейчас нет ни одного имени. Ни одного имени там нет. Но если я спрошу, а в питоне можно спросить, объект, а какие у тебя вообще есть имена? И вот представьте себе, что я вот в этот момент спрошу у него. Вот в этот момент я возьму и спрошу у него. Дир А. Я давайте стрелочкой сюда вставлю. Дир А. Это одна из возможностей интроспекции. То есть посмотреть на самое себя, как зеркальце. Сам интерпретарь Питона в процессе исполнения может кое-что сказать про саму себя. Это возможность узнать, а какие вообще атрибуты и методы есть у объекта А, который я даю. Там будет довольно много встроенных, которые вы удивитесь и скажете, подождите, я их не создавал. У меня раз, два, три, ну, четыре. А там куча всего будет, там еще какие-то встроенные методы. Но тем не менее, мы сейчас запустим и видим. Но у самого объекта А нет ни одного имени в пространстве имен. В то же время, если я, ну, вот как у Б, например, да, я Б создал и сразу Б точка шоу. Могу сделать? Как же так? Он мне показывает вот эти числа. Так, фишка в том, что в Питоне, в процессе, когда создается конкретный объект, у меня нет никакого присваивания вот сюда, в это пространство имен. Нет присваивания, значит, нет созданий новых объектов для атрибутов. Значит, получается, когда я пишу, ну, давайте я для Б это сделаю, да, давайте, это пусть будет Б, Б-шная коза, вот эта, да, для которой я ничего пока не создавал, там, никаких атрибутов. И вот я говорю, Б точка принт, давайте, принт, я просто хочу независимо от шоу распечатать Б точка age. Я обращаюсь к атрибуту, которого внутри объекта нет, в пространстве имен объекта нет имени age. Но, не найдя имя среди экземплярных атрибутов, Питон пойдет разыскивать age в пространстве имен класса, среди классовых атрибутов. Понятна логика, да? То есть, есть экземплярные атрибуты, конкретные, для конкретной козы, а есть абстрактные, которые, как сказать, у самого класса как такового. Так вот, по логике вещей, я почему, вот у студента я эту проблему исправил, у козы нет. В чем? Что на самом деле нет абстрактного возраста, нет абстрактного имени, нет абстрактного веса. Это вообще, их на самом деле здесь бы быть и не должно, они должны быть у каждого экземпляра, но не абстрактно. Абстрактно должны существовать методы конструирования, метод шоу, он действительно универсален. Для каждой козы это делается абсолютно так же. Понятно, да? Да, могут существовать вещи, которые там на уровне всех коз глобально, они вот одинаковы. Константа, количество ног. Max legs number. И там будет 4. Константам, скорее, место там в классовых атрибутах. Значит, еще раз, это важные понятия, их надо уметь называть и понимать. Вот тут вот живут так называемые экземплярные атрибуты. Экземплярные атрибуты и методы. Ну, мы сейчас в основном про атрибуты, да? На самом деле, экземплярных методов по-хорошему быть не должно. Что этот экземпляр ведется не так, как все остальные козы в этом, когда ей говорят шоу. Это странно будет. Хотя, возможности еще раз подменить метод у конкретного экземпляра есть, как возможность добавить атрибут новый козе. Да, можно, по-теоретически. Или даже, кстати, заменить константу у конкретного объекта этого класса. Тоже, в принципе, можно. У конкретной козы сказать, а у тебя max legs size будет 5. Ладно, ну это опять же такое вот некоторое насилие над языком по-хорошему. Кстати, самих констант, как таковых, даже в питоне нету по-хорошему. Есть некоторые методы их именования, которые помогают осознать, что это константа, ее не стоит трогать. Ладно. А это, получается, если это экземплярные, то это классовые атрибуты. Все, давайте на этом закончим. Что я хотел бы вам рассказать и показать. Вот представьте себе, что я собираюсь... Слушайте, я даже не знаю, честно сказать, как мне начать. Может быть, имеет смысл начать совсем с нуля проект. Может быть, я могу сразу открыть заготовку проекта, который будет у вас на той неделе, не на ближайшие сейчас. Сейчас вы дописываете еще шарики, но вы, увидев вот это вот, вам сразу захочется уже даже шарики, возможно, писать по-другому. Ну, давайте, ладно, начнем с... Слушайте, давайте, наверное, шарики условно. Я вот попробую писать шарики с нуля. Значит, у меня не было никакого... Были какие-то файлики. Давайте их скопируем. Так, это я... А? Могу. Так, давненькой лекции не коммитил. Так, ладно. Значит, все должно было уйти, я так думаю. Ага, окей. Значит, у нас лекция идет номер 7. Лекция 0.7. Значит, и хотел я с шестой скопировать какой-то пример. А, нет, с пятой, наверное. Там, где был Hello World, да, это был у нас, собственно, у нас с библиотекой. Чтобы не сейчас не вспоминать, как там оно делалось. Эть седьмую. Значит, и я сейчас ее, этот Hello World, перетащу в... Как он называется? Как его назвать? Этот будет у меня MyBalls. MyBalls.py. Итак. Ага, прошу прощения. Автоматически в ВИМ вхожу уже. Я хотел его открыть в этом. Так. Та-дам. Так, что у нас тут было? FrontKinter, импорт звездочка. Эй. А хендлеров парочка. Значит, мне понадобится... Хендлер, экзит, не надо. Значит. И привязывать я буду не к этому, прошу прощения, не к кнопке. Кнопку вообще, на самом деле, я могу убрать. Значит, я немножко добавлю сюда модульности. То есть я, на самом деле, вот эти вещи, связанные с инициализацией, хотел бы вынести на более... Как сказать? С другой стороны, мне нужно, чтобы переменная root была глобально переменной модуля. Значит, я сейчас сделаю следующее. Я вещи, связанные с инициализацией, отправлю в функцию main, в которой я сделаю переменную root global переменной модули. И это дело я отправляю сюда. Значит, соответственно, на что я делаю? If name. Вы это, помните, я делал. Для того, чтобы это можно было my balls, если что, заимпортить. Name равно main. Это чуть-чуть модульного. Это пока не open ни капельки. Вызвать функцию main. Так, программа заканчивается. Это я лишнее убираю. Я комментарии лишние убираю. Привязка обработчиков к событию. Это и так уже понятно. Я тоже уберу. Убираю hello label. Не hello label. Значит, label я создавать никакого не буду. Вместо label я буду создавать canvas. Да, кстати, не from tkinter import звездочка. Я все-таки буду импорт делать kinter as tk. С коротким именем, но все-таки, чтобы было понятно, что это в отдельной библиотеке там лежат эти вещи. Соответственно, я буду создавать не canvas, а tk.canvas. Я создавать его буду на главном окне, поэтому я прописываю сюда root. Это не hello label, а canvas. Кстати, к canvas хорошо бы тоже быть глобальным. Потому что потом я буду к этому же холсту. Он у меня один на этот модуль. И хорошо бы мне запомнить этот объект холста, чтобы потом с ним дальше работать. Поэтому я его тоже сделаю глобальным. Вообще глобальные переменные — это зло. Глобальные переменные — вообще-то это зло. И, скажем так, их должно быть как можно меньше. А это нарушает принцип явное-неявное. Когда у вас передача информации идет через глобальные переменные, то это напоминает, как если бы вы вызывали своего друга, или, ладно, давайте сантехника, вызывали бы помочь, выполнить какую-то деятельность, а параметры его работы написаны на заборе. А ты пойди в глобальные переменные и там посмотри. Возникает ощущение такое, что, ну, конечно, я могу зато каждый раз не присваивать туда новые значения параметров. Я могу, как сказать, один раз положить и дальше только вызывать. Но это нехорошее упрощение проблемы. Потому что следующий программист, он просто будет не знать о существовании глобальных переменных или что в результате работы функции сантехник пишет о своих проблемах на заборе, а еще прорвало трубу. Но вы об этом не получите в качестве параметра результата, return. Не в качестве исключения, которое вылетит и вышибет программу или обрабатывает. А, как сказать, оно где-то в глобальной переменной error, как в языке C, в глобальной переменной появляется R-но. Какой-то номер ошибки магический. А вы там даже не знаете, продолжаете, программа продолжает работать. Ну вот, это типичная ситуация. А труба прорвана. Ладно, что я хочу сказать. Значит, я сейчас кратенько описываю, что я делаю, и быстренько ставлю добрести до создания экземпляра, собственно, шарика, который будет на холсте. Эти шарики будут еще и там сейчас у меня, может, разные даже будут. Короче, смысл в общем. Я создаю холст. Так, холст мне нужно к холсту. Мне нужно будет привязать события. А еще холст, собственно, мне нужно запаковать. Соответственно, уже указано, в какой виджет, поэтому я никаких параметров не буду. Абсолютно никаких параметров. Единственный виджет холст. Так, ну и пусть пока что у меня будет хендлер ивента. Да, это маус. Ну, все-таки давайте уже назовем его не хендлер, а смысленно. Любая функция должна соответствовать собственному сущности. Клички в этом смысле может быть иногда лучше имен. Например, у людей клички, да, когда там его говорят, о, вышибало, условно, да. Ну, если сразу понятно, чем он занимается. Да, или ботаник. Сразу же понятно. Ну, короче, смысл в том, что, когда вы создаете функцию, называете ее, то называете ее абстрактно. А, это хендлер, это значит не сказать почти ничего. Поэтому я все-таки напишу маус клик хендлер. А по-хорошему, это даже не просто маус клик хендлер, да, а это кенвас. Да, то есть я здесь подчеркиваю, что вообще мы обрабатываем. Да, кенвас клик хендлер. Ну, и я, соответственно, по клику на холст буду именно его и вызывать. Давайте проверим, что у меня глобально это дело работает. Вот появился холст, да, серенький. На нем что-то можно делать. Значит, на этом холсте давайте проверим теперь, что на холсте можно что-то делать. Туда можно что-то делать. Да, чего не было у вас и что, кстати, вам надо будет сделать на этой неделе. Это обработка событий по времени. Может, кто-то уже делал это. Ну, давайте, давайте, для начала я сейчас сделаю, прям вот в глобальном мейне, да, я пропишу появление нового шарика, да. Значит, что я делаю перед уходом в главный цикл, но уже после создания холста, я создам, вот как мне создать шарик? Шарик фактически является тремя вещами, да, это x, y и радиус, да, вот x, y, радиус. Да, вот три параметра. Если первый вариант, я могу их сделать глобальными переменами модуля. Могу? Давайте сделаем. Ну, а как, мне же потом из хендлеров нужно будет к ним доступаться, правда? Значит, придется их сделать глобальными переменами модуля. Давайте сделаем это не объектно. Вот, global, я еще одну инструкцию напишу, чтобы ее потом радостно удалить быстренько. Global x, y, z. Да, а тут сразу напишу, что-то не нравится мне. Плохо как-то, да, не объектно. Вот, значит, да, есть еще такой вот вариант написания комментариев, такой, to do, да, to do. Ну, правда, to do подразумевает сделать что-то, да, то есть это переписать, то есть это скорее уже не то, что плохо как-то, да, а тут надо, собственно, сделать, как это называется, там, ре, вам должны были произносить это слово, я в прошлый раз его произносил, рефакторинг, да, рефакторинг, сделать объектный рефакторинг, ну, или объектно-ориентированный. Рефакторинг означает, произносил в прошлый раз, рефакторинг означает переписывание программного кода с сохранением функциональности. Никакого добавления нового, новой функциональности нету, но программа становится более читабельной, в ней все лучше разложено по полочкам, то есть у нее, как бы ее, не фронт-энд, а ее бэк-энд становится более качественным и продуманным, да, легким, она как, readable and supportable программ, да, вот, собственно, на самом деле, очень часто программа не может развиваться дальше из-за того, что она внутри написана плохо. А если она написана внутри классно, хорошо, то, окей, ладно, слушайте, время наше бежит, двигаемся вперед. Значит, что делаем дальше? Значит, я здесь создаю сейчас этот самый новый объект, да, я сейчас x, y равно random, ну, мне нужно, естественно, там, from random, я сейчас randint оттуда утащу. Значит, и я делаю здесь randint, значит, случайное число в диапазоне, честно, я не помню, по-моему, root, root, а, о, спасибо, root, with, по-моему, и hate, так они должны называться, по идее, нет, 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 window, а, о, 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 в инфо, видите, да, screen hate, да, screen with, правда, как там добавляется, ну, короче, screen hate, да, там, там есть параметр, да, randint, соответственно, это у нас будет для y параметр, да, значит, а еще randint один первый будет, слушайте, я, пожалуй, их все-таки отдельно буду создавать, а то у меня длинная строка получается, длинная, зачем мне их создавать через запятую, на самом деле, это полезно, может быть, screen with, тадам, ок, значит, и некий радиус, значит, а, прошу прощения, randint должен быть, начиная от, начиная от, допустим, единички до, да, начиная от единички до, так, ок, и радиус какой-нибудь там, randint в диапазоне от 10 до, там, 50, от 20, так, и создатель, собственно, объектик, да, значит, и, а, кстати, ссылка на объект ball должна быть тоже глобальной, ну, мне же есть, собственно, ball id на холсте, кстати, ball не является самим изображением мячика, это его, как бы, аватар, его визуальное отображение, да, оно к модели, к физике, оно, поэтому я сюда добавлю, что, ball, собственно, id, ну, на канвасе, да, ball, ну, может быть, было полностью ball canvas id, да, так, короче, это все, что я пишу, на самом деле не очень-то хорошо, так что будем честны, не надо думать, что я еще, я еще хочу, ball id, create, а, что там, а, я должен холст сказать, canvas, точка, create, сейчас, он мне подскажет, create oval, значит, в какой позиции, в позиции x минус r, да, y минус r, x плюс r, y плюс r, ну, там еще цвет, кажется, надо, да, указывать, я уж не помню, как там делать, а, цвет указывается, fill там, по-моему, указывается, да, fill green, пускай у меня зеленые шарики будут летать, да, ок, давайте проверим, что он, в принципе, создается, а, unsupported type, где, a плюс b, render range, где, еще раз, а, мне нужно было скобки, ну, конечно, это метод, который надо вызвать, чтобы узнать, по-моему, вот так вот, давай, да, что там, только тишина какая-то, не написал он где, да, но я могу на самом деле вот здесь вот спросить, чему равен x, чему y, да, видимо, он все-таки не те размеры там возвращает, эх, жаль, ну, может, холст знает свою ширину, высоту, или, а, ну, там же можно как-то его set geometry, да, как-то сделать, а? в геометре, да, ему можно указать конкретные размеры, соответственно, там, условно, там, 1000x, ну, давайте, не 1000, поменьше, 800x600. 600x600. А? А в чем проблема? Вы хотите, чтобы числами было? Числами? Стр от 800 плюс в кавычках x. Вы же в питоне работаете. Да, есть какой-то, может быть, можно долго вчитываться, изучать, есть ли какой-то более правильный путь, но вот это вот, это та вещь, ради которой не стоит ломать голову, мне кажется, если, это не скажется на производительности программы, потому что это вещь, которая производится один раз. Оптимизировать нужно те места программы, которые выполняются миллионы, миллиарды раз. Там нужна жесткая оптимизация, может, даже смена языка программирования с питона на си, и вы из питона будете вызывать функцию, которая написана на си, и она узкое место обслуживает. Это какое-то, плевать, пусть там вот так будет, и все. Все же понятно, да? Пожалуйста. Да, и опять же, это в принципе, да, наверное, лучше, если будут константы, да, там какой-то global width, да, там width, я напишу, да, height. Такие вот константочки, я их пропишу вот здесь вот выше, height равно 600. Как время-то улетает-то наше, до объектов можем не добраться. Хотя бы я запущу, чтобы оно летало. Да, в следующий раз я буду дорассказывать еще про объекты класса. Та-дам, окошко стало шире, но что там, параметры у меня что-то еще пока не так создаются, да. Значит, что я тут хочу, чтобы у меня тут было width. Я прыгаю, кстати, влево-вправо, control-влево, control-вправо по словам. И не пользуюсь мышкой лишний раз. Y от 1 до height. На самом деле по-хорошему, чтобы шарик не вылетал за пределы, нужно вначале создать R и делать от R до width за вычетом этого самого R. И то же самое с Y, начиная от R до высоты за вычетом R. Ну, чтобы он у меня вот более-менее влазил. Давай, шар. Ай, что такое? Почему он такой плохой? Потому что у меня холст не упаковался. Canvas у меня на весь root не расслабился. Как его там, anchor, знаете, да? Привязочка, значит, как там, N, S, V, E, да? Север, юг, запад, восток. Давай. Еще раз. Center. А? Ну, там как-то есть его, там как-то можно его, слушайте, я честно не помню, как это сделать. А? N, V, а как мне его растянуть? Там еще как-то способ есть растянуть его. Fit? Как? X, Y. Fill или fit? Мне кажется, fit. В чем дело еще раз? Bet, anchor, N, W. Нет, небольшими буквами. Fill. Хорошо, я fill сейчас сделаю. X, Y маленькими или большими? Both. Both пишется. Пишется both. Все, я надеюсь, что сейчас он, наконец, в чем проблема? Он сейчас запустился, ошибки нет. А? Ну, тогда TK, both, должно быть. Спасибо. Ща. Простите, пожалуйста. Чего-то он все равно его не растягивает, если честно. Не растягивает он его нормально? Короче, плевать. Давайте сократим наше, как сказать, повествование. Я уменьшу размеры до примерно размера холста, и у нас зато будет генерация происходить всегда тут. Ну, и, собственно, сейчас у меня обработки клика нету никакой. Что я хочу сказать, что у меня сейчас, во-первых, а, все параметры глобальные. Простите, не добрались, чтобы это сделать объектно-ориентированно. Пара окончается. Нам пора сейчас расходиться уже. Да, но если я сейчас даже сделаю, ну, в том же кликере, да, или где-то еще, я сейчас запущу такой, я все-таки пропишу такой тик, в котором я сделаю root.after, в котором я буду вызывать события, да, соответственно, сам этот же тик, да, с, там, 50 микросекунд условно напишу. Я не помню, правда, параметры в каком. Наоборот, соответственно, что я могу сделать? Я сейчас ставлю один раз за, 20 раз в секунду фактически, да, будет нечто происходить. Print something. Вот. И у меня вот этот вот тик, главное, теперь осталось стартовать. То есть вот после всего я вот здесь вот раз и запущу один раз тик и сделаю. Invalid syntax, где? Я забыл двоеточие поставить. Спасибо, интерпретатор. А теперь у меня 20 раз в секунду печатается something. Да, для чего мне это надо? Я таким образом сейчас могу взять и модифицировать. Если я доберусь до x, y и r, ну, ладно, r мне, может, даже сейчас не надо, то я могу сейчас брать и делать перемещение шарика. Но пока оно находится вот здесь, это плохо. Значит, что я буду делать? x плюс равно 1, y плюс равно 1. Да, я вот так вот делаю. Да, прошу прощения, переменные меняются, да, а холст не передвигается. Да, по-хорошему надо что еще сказать? Сказать canvas, да, что там? move, да, значит, move, как он назывался, ball.id, значит, и нужно сказать ему шаги. На самом деле ему нужно сделать там dx, dy, там как-то так сделано. Ну, я сейчас не выпендриваюсь, я вот просто так вот сделаю, и у меня шарик полетел. Мне очень не нравится то, что я сейчас написал, я предполагал, что я быстрее буду писать, и что он с временем будет чуть больше, и мы успеем это дело запихнуть в класс. Потому что сейчас и само движение, хотя бы посмотрите и поругайтесь на все происходящее вместе со мной, и инициализация моего, этого самого, инициализация моего нового мячика, и его движение, и обработка события клика на этот шарик, это все сейчас разбросано в разных местах программы. Кто несет ответственность за то, кликается шарик, не кликается, уничтожается у него, или у него еще есть хелс, может у него хелс должен быть, и шарик постепенно меняет свой цвет до красного, и только потом он лопнет. А где, собственно, эффект лопания? Ну, я, например, захочу, чтобы он лопался у меня красиво, рисовалась какая-нибудь там клякса перед тем, как он окончательно уничтожится. Где подсчет экспириенса? Это все должно у нас быть где-то инкапсулировано, а не разбросано в разных местах программы. Вот я захочу модернизировать, захочу изменить обработку вот этого всего, и мне нужно лазить по всей программе и выискивать эти кусочки. А должно быть место, где понятно все, как это лежит. Давайте в следующий раз мы это дело красиво оформим. Спасибо.